Всем привет! Я Мила и вы на моем канале, посвященном обзорам лаков для ногтей. Сегодня я хочу вас познакомить с лаками новой марки NABIO, которую создала Анастасия, владелица известного ранее бренда Polish Molish. Скучали по новым релизам? Специально для вас в узком кругу Анастасия презентует лимитированную коллекцию для самых лояльных покупателей. Коллекция состоит из 21 лака в различных текстурах, созданных на основе прототипов, которые участвовали в голосовании в чате Polish Molish. Давайте же на них посмотрим! Первый лак под номером 189. Это кремовый розовый лак с мелким черным глиттером. Это очень нежный, но при этом немного даже яркий пастельный розовый. Цвет жвачки очень приятный. Он может в зависимости от освещения выглядеть более бледным, либо более ярким. У этого лака отличная плотность и пигментированность, так как текстура кремовая. Лак не просвечивает и перекрывает свободный край с первого слоя. Также он очень послушный. Черного глиттера много, но прям такое идеальное количество. Есть и мелкий, и чуть более крупный. В два слоя этот лак выглядит идеально. Также он быстро сохнет, и финиш у него гладкий. Кстати, обратите внимание на кисти NABIO. Они супер приятные, они мягкие, закругленные и плоские. Не топорщатся, и ими очень удобно прорисовывать линию у кутикулы. Кисти мне очень понравились. Итак, на мне два слоя плюс топ. Второй лак под номером 190. Это кремовый черничный лак с мелким черным глиттером. У него такая же текстура, как у предыдущего лака, отличается только оттенок. Оттенок тоже очень красивый и приятный. И тоже, кстати, зависим от освещения. Может казаться более фиолетовым на ярком солнце, либо более барвинковым, синим в тени. Также может быть ярче или более пастельным. У него очень хорошая плотность и перекрытие ногтевой пластины. Консистенция тоже очень послушная. Он не плешивит, не ложится наплывами, легко наносится. Глиттер также мне очень нравится в этом лаке. Он не перегружает лак и смотрится очень деликатно. Сохнет лак быстро и финиш гладкий. На мне два слоя плюс топ. Третий лак под номером 269. Это кремовый голубой лак с мелким цветным глиттером. У него нежный чистый голубой оттенок. Он тоже плотный кремовый и хорошо перекрывает ноготь с первого слоя. Опять же, посмотрите, как ровно прорисовывается линия у кутикулы. Прям очень приятно красить этими кистями. База не перекрывает глиттер. Его отлично видно. Все его цвета. Он разноцветный, яркий, разного размера. При этом не топорщится и лежит почти гладко. И также не мешает нанесению. Сохнет этот лак быстро. На мне два слоя плюс топ. Четвертый лак под номером 172. Это лак с необычным сочетанием изумрудного голографического и розового светоотражающего глиттера. Очень интересный и необычный. Довольно яркий. База у него прозрачная. И лак состоит полностью из глиттера. Поэтому, чтобы перекрыть возможные пробелы, может потребоваться три слоя. Но в целом и в два слоя он выглядит прекрасно. Лак очень блестящий. Блестит зеленым, розовым, синим и серебристым. И, конечно же, он очень красиво выглядит под вспышкой. Розовый глиттер горит просто нереально. Конечно же, финиш у такого лака очень шершавый. И лучше всего его будет покрыть либо двумя слоями топа, либо глиттер граббером. От того же Polish Molish, например, плюс топ. Я люблю, когда такие лаки имеют именно аквариумный финиш. Их очень интересно разглядывать. В общем, лак суперинтересный. На мне три слоя, плюс глиттер граббер, плюс топ. Пятый лак под номером 289. Это ярко-розовый голографический глиттер в изумрудной желейной базе. Стоит ли упоминать, что он тоже очень необычный именно за счет оттенка своей базы. Прям какое-то сумасшедшее неожиданное сочетание. Выглядит очень круто. Если бы база была в цвет или черная, было бы не так эффектно. Причем эта база иногда просвечивает сквозь глиттер, например, на свободном крае. То есть ее видно. А сам же глиттер хорошо перекрывает ногти в два слоя. Глиттера здесь много, но при этом консистенция у лака отличная. Он не густой. И, кстати, глиттер часто отсвечивает синим. Получается, в основном видно розовый и синий цвета. Лак быстро сохнет. На мне два слоя, плюс глиттер граббер, плюс топ. Следующий лак под номером 173. Это смесь ярко-розового голографического и серебряного светоотражающего глиттера. Я так понимаю, это тот же самый глиттер, как в предыдущем лаке. Но смотрите, как по-другому он выглядит в прозрачной базе. Он уже более светлый, но при этом такой же яркий, насыщенный. Также переливается синим и даже красным. Как основные его переливы, так-то он голографический, конечно. И серебристый глиттер тоже на ногтях хорошо видно. Под вспышкой также видно розовый, серебристый и синий глиттер. Он очень яркий, крупный и хорошо блестит. Несмотря на прозрачную базу, глиттера много. И он хорошо перекрывает пластину даже в два слоя. Он быстро сохнет. И финиш у него, конечно же, тоже шершавый. Поэтому на мне два слоя, плюс глиттер граббер, плюс топ. Лак под номером 240. Это золотой светоотражающий глиттер, утопленный в шиммере с переливами от розового к золотому. Очень крутой лак и очень сильно мне понравился. Он по цвету, можно сказать, песочный и близок к цвету рук. То есть на мне почти как нюд смотрится. Именно его основной цвет базы. При этом он постоянно искрит со своим светоотражающим глиттером. Серебристые блестки видно практически всегда. Но самое крутое для меня в этом лаке, это шиммер, который выглядит то ярко-розовым, то даже почти красным под прямым светом, то золотистым, даже слегка зеленым под наклоном. И видно его отлично. Широкой полосой. Под цветом вспышки или фонарика этот лак горит серебристым и золотым. Лак очень плотный и ложится отлично с первого слоя. При этом консистенция у него хорошая. Он не густой. Финиш у него тоже шершавый и сохнет он быстро. На мне два слоя плюс глиттер граббер плюс топ. Следующий лак под номером 281. Это матовый фиолетовый лак с глубоким красным шиммером, который переливается в золото. У него очень красивый цвет. Такой фиолетовый и немного розовый благодаря шиммеру. Красноватый даже. Но под наклоном также может становиться более синим. Шиммер шикарный, яркий. Его хорошо видно. И под наклоном он становится золотым. И это тоже хорошо заметно. Лак очень послушный, не густой. При этом плотный. И полностью перекрывает ноготь уже в один слой. Ложится равномерно и не плешивит. Он матовый, поэтому сохнет он конечно же быстро. И подойдет для быстрого маникюра. Но конечно его можно перекрыть топом. Тогда шиммер загорится еще ярче. И база тоже будет более яркой и красно-фиолетовой. На мне два слоя. Теперь лак под номером 275. Это ярко-голубой лак с красным шиммером, который переливается в золотой. Это очень приятный оттенок. Он довольно яркий, но при этом в тени он будет более глубоким, более синим что ли. В общем он тоже практически переливается в разные оттенки. Очень красиво в нем смотрится розовый шиммер. Розовый с голубым очень приятно сочетаются. Под наклоном шиммер заметно шифтит в золотой. Лак наносится отлично. У него текстура ближе к реле. Поэтому первый слой немного просвечивает. Но уже в два слоя он полностью перекрывает ногтевую пластину. Он быстро сохнет и финиш у него гладкий. Ложится равномерно и без наплывов. На мне два слоя плюс топ. Следующий лак под номером 272. Это ярко-голубой лак с зеленым шиммером с переливом в голубой. Он действительно очень яркий. Прям нереально яркий. Благодаря зеленому шиммеру, которого очень много, он становится еще насыщеннее и как бы подсвечивается. Это просто невероятно красивый оттенок. Мне очень понравился этот лак. Также под наклоном шиммер шифтит в голубой. Тоже красивый оттенок. Лак хорошо наносится. Шиммер не полосит. Не плешивит. Ложится равномерно. В два слоя этот лак полностью перекрывает свободный край. У меня ассоциация с этим лаком, что он летний и пляжный. На мне два слоя плюс топ. Лак под номером 192. Это фиолетовый голографик с зеленым шиммером, который переливается в голубой, и искрами красной потали. В этом лаке содержится такой пигмент, который меняет свой цвет под топом. Без топа солирует шиммер и голография. И лак выглядит более искристым и более голубым. Хотя вообще сложно сказать, какого именно цвета этот лак, потому что он постоянно переливается. База у него фиолетовая, но под прямым светом очень хорошо видно шиммер. И он такой между голубым и зеленым. Но под наклоном он вообще становится практически розовым. Переливы очень яркие и заметные. Голография тоже яркая. И красивый контраст создают красные искрки потали. Так выглядит лак без топа. А вот под топом цвет лака становится более глубоким фиолетовым. Причем этот фиолетовый очень яркий. А вот голографию и шиммер уже не так сильно видно. Я без проблем носила этот лак без топа. Просто в два слоя. Тем более он очень плотный, очень хорошо наносится. И отлично выглядит уже даже в один слой. Но чтобы избежать изменения цвета под топом, лучше использовать либо топ на водной основе, либо топ для гель-лака. Но лак очень эффектный. На него очень интересно смотреть, поворачивать руку по-разному. Очень красивый. На мне два слоя. Лак под номером 293. Это светло-оранжевый лак с красным шиммером и красной поталью. А также мелким черным глиттером. Оттенок у него очень насыщенный. Я бы назвала его светло-оранжевый, либо теплый желтый. И он очень яркий. В нем также довольно яркий шиммер, который сложно почему-то уловить на камеру. Но он там есть. И он подсвечивает лак. Наносится лак отлично, идеально. Он достаточно плотный уже в один слой. Глиттер отлично распределяется. И при этом вообще не перекрывается базой. Его отлично видно. Также его очень много, но он мелкий и не перегружает лак. Нанесению он тоже не мешает. Финиш у лака практически гладкий. И сохнет он быстро. На мне два слоя плюс топ. Следующий лак под номером 296. И это плотное топовое покрытие с разноцветной слюдой и черной поталью. В этом лаке нереально яркая слюда. Она буквально ослепляет. Практически зеркальная. При этом она очень тоненькая, гладкая и не топорщится. То есть финиш у лака без топа практически гладкий. Слюда здесь разного размера. Есть прям крупные классные куски. Есть и более мелкие. Так как база у этого лака прозрачная, то лучше всего его нанести в три слоя. Но он быстро сохнет. Также мне очень нравится, как черная поталь создает контраст. И слюда так не сливается. На черной базе эта слюда становится еще ярче. Особенно желтая. Прям горит на ногтях. Тут очень много цветов. Они такие даже немного пастельные. И очень красивые. Зеленый, розовый, голубой. Все это еще и переливается разными оттенками. На мне три слоя плюс топ. Следующий лак под номером 186. И это ярко-розовый лак с красной слюдой. Вы знаете, я очень люблю розовые лаки. Но этот прям заслужил отдельное место в моем сердечке. Потому что такой оттенок розового неона я еще не встречала. По крайней мере за это лето. Потому что я в нем вижу явную фиолетовую нотку. И это очень красиво. Сам лак необычно плотный. В нем очень много слюды. И он полностью перекрывает ноготь уже в один слой. Но я все равно нанесла два. Слюда на солнце горит ярким оранжевым. Но база довольно плотная. И слегка ее перекрывает. Поэтому ее видно именно на свету. Сохнет этот лак быстро. Финиш слегка шершавый. И оттенок очень красивый. На мне два слоя плюс топ. Следующий лак под номером 287. Это нежно-барвинковый лак с красной слюдой и поталью. Я очень люблю такие оттенки в лаках. Очень нежные, весенние, приятные глазу. У этого лака в зависимости от освещения оттенок может выглядеть капельку более фиолетовым. Либо капельку более синим. Но в любом случае очень красивый. В нем очень много мелкой слюды. Она совершенно не мешает нанесению. И лак наносится отлично. Он очень послушный. И для полного перекрытия ногтей ему достаточно двух слоев. Слюда в нем переливается розовым, золотым, оранжевым и зеленым. Также очень интересным акцентом именно в этом оттенке смотрится красная поталь. Она очень мелкая и не перегружает лак. И выглядит довольно интересно. Финиш у лака практически гладкий. Сохнет он быстро. На мне два слоя плюс топ. Лак под номером 202. Это фиолетовый лак с серебристой слюдой, которая переливается в голубой. А также разноцветными искрами потали. У этого лака очень насыщенный темный фиолетовый оттенок. Но при этом он не уходит в черный. Очень хорошо видно, что он фиолетовый. В нем очень много начинки. Он прям такой эффектный праздничный лак. Она разная, разного размера, разного цвета. И видно ее всю. Ее не перекрывает база. Там есть мелкие красные искорки. Также такие же синие искорки. И, конечно же, крупные осколки серебристой слюды. Эта слюда очень классная. Она практически зеркальная. И очень хорошо отражает свет. На первом слое лак слегка просвечивает. А второй слой полностью перекрыл ногтевую пластину. Финиш у него практически гладкий. И сохнет он быстро. На мне два слоя плюс топ. Следующий лак под номером 259. Это желе бутылочного цвета с красной слюдой и поталью. Это еще один очень эффектный лак. У него безумно красивый зеленый оттенок. Я вижу его более теплым. Возможно, из-за слюды. Мне кажется, на осень он будет идеален. Особенно на раннюю осень. Потому что мне он напоминает опавшие листья. Лак при этом довольно плотный. Слюды в нем очень много. Но она не мешает нанесению. Хоть и не супер тонкая. Но она невероятно красивая. Она очень ярко сверкает. И тоже практически зеркальная. Она не перекрывается базой. И на ногтях она остается такой же очень яркой. И при этом она еще шифтит в красивый зеленый оттенок. На камере, конечно, не видно все ее переливы. Но в жизни это очень залипательно. Этот лак сохнет не быстро. Поэтому лучше использовать хорошую сушку. А финиш слегка шершавый. На мне два слоя плюс топ. Далее нас ждет три магнитных лака. И первый из них под номером 249. Это магнитный фиолетовый блик с переливом в розовый. И розовый голографический глиттер в фиолетовой базе. Лак очень послушный и легко наносится. Глиттер не мешает нанесению. И магнитный блик схватывается быстро. Оттенок у этого блика очень красивый, насыщенный фиолетовый. А под наклоном он уходит в розовый. Глиттер тоже шифтит из розового в фиолетовый. И вообще глиттер в магнитном лаке это очень интересный и необычный акцент. На свету он красиво блестит. База у этого лака фиолетовая. И я бы даже сказала чернильная. Блик при этом тоже в основном фиолетовый. И он очень яркий. И его очень хорошо видно на фоне темной базы. Каждый слой лака я магнитила примерно по 30 секунд. И также столько же магнитила слой топа. Еще я покажу вам как выглядит этот лак при использовании круглого магнита. Когда магнит нужно просто подложить под ноготь в районе свободного края примерно. И тогда весь блик соберется сверху ногтя. Благодаря глиттеру у этого лака финиш слегка шершавый. Поэтому рекомендую плотный топ. На мне два слоя плюс топ. Следующий лак под номером 248. И это магнитный голубой блик с переливом в розовый. Утопленный в розово-золотом шиммере. Это безумно красивый лак. Он очень плотный с первого слоя. Хорошо магнитится и очень активно шифтит. Меняет свой оттенок. Под прямым направленным светом у него розовая шиммерная база. При этом шиммер такой крупный. И яркий голубой блик. А под наклоном база становится золотистой. А шиммер розовым. Мне очень нравятся все его оттенки. Магнитила я также каждый слой. Плюс слой топа по 30 секунд. Лак довольно быстро сохнет. И финиш у него гладкий. На мне два слоя плюс топ. И еще один магнитный лак под номером 217. Это темный синий фиолетовый лак. С искрящимся магнитным бликом. Вообще я бы тоже сказала, что база такая чернильная. Она близка к черной, но видно синий фиолетовый оттенок. А блик такой серебристо-синий. Слегка тоже шифтит в фиолетовый. Очень интересный. Лак очень плотный. Даже в один слой прекрасно выглядит. И очень многошиммерный. В нем прям много этого магнитного пигмента. И он легко схватывается, легко магнитится. Шиммер, кстати, в нем интересный. Такой крупноватый. И даже слегка шершавый. Довольно необычный. Но один слой топа с легкостью сглаживает его. Так как база у лака однотонная, черная. Я думаю, с этим лаком можно попробовать много вариантов на магничивание. Например, вот с круглым магнитом, как я показала. Либо же, как в английском языке, это Aura Nails. Когда блик создается по всему ногтю, а магнит прикладывается с разных сторон. В общем, можно провести очень много экспериментов с этим лаком. И все будут выглядеть красиво. На мне два слоя плюс топ. И последний, но не по красоте. 21 лак под номером 203. Это мультихромный лак с переливом из зеленого в фиолетовый и в розовый. С деликатными искрами красного голографического и светоотражающего глиттера. От этого лака просто не оторвать глаз. До чего залипательны все его переходы. Он шифтит просто невероятно. И при этом он очень яркий. Под прямым углом это холодный зеленый. А под наклоном он становится фиолетовым с переходом в мадженту. Так легко ему даются эти переходы. Вообще не нужно напрягаться, чтобы что-то уловить. Дополнительного интереса ему придает глиттер, который красиво ловит на себе свет. Тот самый пилкающий глиттер. А также в нем блестит серебристыми искорками светоотражающий глиттер. Под вспышкой он тоже какой-то невероятно потрясающий красно-зеленый. Очень красивый лак, всем советую. Он отлично наносится, очень пигментированный и плотный уже с первого слоя. Из-за отражайки и глиттера у него, конечно же, шершавый финиш. Но может хватить и одного слоя топа. Отсохнет он быстро. На мне два слоя плюс топ. Ну вот мы и посмотрели на 21 лак нового бренда NABIO. Напоминаю, что эти лаки были созданы на основе прототипов Polish Molish. И будут лимитированными. А вот официальный релиз бренда запланирован на осень текущего года. И там нам обещают очень много интересного и даже не только лаки. Будем с нетерпением ждать запуска бренда. По поводу этих лаков я просто в восторге. Они все невероятно красивые, яркие, эффектные, необычные. Просто потрясающие. Я даже не знаю, как выбрать любимчиков из этого релиза. Назову, допустим, 272, 203, 248, 296. Еще можно долго перечислять. А какие лаки понравились вам? Пишите в комментариях. Также очень интересно будет почитать, что вы думаете по поводу нового бренда. Поэтому напишите, пожалуйста, в комментариях, с чем или с какими эмоджи, возможно, ассоциируется у вас бренд NABIO. У меня, например, с очень хорошим качеством, приятной кистью и яркой красивой палитрой. Эти лаки поступят в продажу во вторник. Более точную информацию о релизе можно будет почитать в официальном телеграм-канале бренда NABIO. Ссылку на него я оставлю внизу. У канала также есть чат, где можно обсуждать лаки. А в свой телеграм-канал я опубликую все свотчи, поэтому заглядывайте туда тоже. Ссылка тоже будет в описании. Не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться на мой канал. Всем большое спасибо за просмотр. Пока-пока!